День сотрудников органов внутренних дел День сотрудников органов внутренних дел После этого на следующий день мы сразу же познакомились со средствами массовой информации То есть представители средств массовой информации Мы собрали круглый стол, познакомились с прессой Посмотрели, какие проблемы интересуют, в том числе через средства массовой информации Какие проблемы у населения После этого основное, что было с мной сделано, это мы познакомились с общественным советом Познакомились с советом ветеранов, которые есть в управлении Ну а потом пошло уже знакомство с личным составом, с руководящим составом Где я уже представлялся сам, ездил, знакомились, высказывались требования Какие мною будут в дальнейшем требования, которые будут мною выставляться Ну и исполнение моих требований Сергей Викторович, вот ежедневно наверняка вы сталкиваетесь с негативом на службе Как вам удается нейтрализовать вот эти все негативные ежедневные ощущения? Вы знаете, каждый по-разному, наверное, к этому относится К сожалению, специфика работы полицейского – это негатив Негатив – это боль, это боль населения, это боль жителей города И чтобы, как бы скажем, от того уйти совсем невозможно Ты пропускаешь через себя каждую боль, каждое преступление, каждое происшествие, которое есть Ты все равно пропускаешь через себя А как расслабиться, как, как бы скажем, уйти от этого, каждый решает по-своему Например, у меня это всегда было, это отдушина, это семья, это дети По-другому просто не получается Приходишь домой, ты отключаешься, ты занимаешься своими домашними проблемами Ну и тут в это время ты отдыхаешь То есть это ваш метод релаксации? Да, это мое Сергей Викторович, сейчас много говорят о народных дружинах Чувствуют ли полицейские их помощь и готовы ли поддерживать и развивать данное направление? Ну, в нынешней ситуации, в связи с тем, что мы уже освещали средства массовой информации Это было везде и на федеральных каналах, прошло опять очередное сокращение сотрудников органов внутренних дел По-другому никак не получается, как мы будем работать с этими народными дружинами, с частными охранными предприятиями, которыми мы обязаны защитить население города Мы будем взаимодействовать с ними, но отношусь к этому как бы настороженно Связано первое, это с чем? Первое, это они должны быть подконтрольны Если это под бесконтрольность, это, как бы скажем, чревато последствиями И если подконтрольным это будет развиваться, этот институт будет развиваться и в дальнейшем, мы будем только за То есть все-таки народные дружинники, это не профессионалы, надо понимать Да, это гражданское население, это обыкновенные люди Сергей Викторович, а как вот налажено взаимодействие полиции и жителей нашего города? Ну, первое, это через общественный совет Второе, это через личный прием Это граждан, как я, так и мои заместители, руководящий состав в целом, они шляют этот личный прием Все это размещено в средствах массовой информации Ну и третье, это уже через средства массовой информации, которые вы, как бы скажем, озвучиваете ту или иную проблему Мы стараемся в нее вникнуть, обязательно в порядке до меня ее доводят и обязательно решить эту проблему Вот так у нас и есть взаимодействие идет И вот вы уже упомянули в нашем интервью аспект реформирования Министерства внутренних дел Вот в процессе реформирования могут ли жители нашего города быть уверены в том, что их безопасность на контроле, под защитой, скажем так Я могу гарантировать гражданам и гражданину города Мы, пусть будет, что идет, да, реформирование идет, и оно будет продолжаться, насколько мне известно, будет и в дальнейшем продолжаться Мы будем искать пути решения всех проблем И жители на себе какого-либо сокращения или реформирования, они просто не почувствуют Сергей Викторович, вы в нашем городе относительно недавно, то есть вы приехали летом Но, несмотря на это, появились ли у вас какие-то уголки в Магнитогорске, которые близки вашему сердцу? Может быть, какие-то архитектурные памятники или какие-то улицы, какие-то виды города Магнитогорска? Ну, к сожалению, как бы скажем, у меня свободного времени не так много, но, тем не менее, впечатляет памятник этот тыл фронту На самом деле, я очень близко до этого, я просто проезжал мимо, я был в городе Магнитогорске ранее, я проезжал мимо, я видел этот памятник издалека На самом деле, он впечатляет, очень впечатляет, мы подъезжали вместе с семьей, я показывал его детям На самом деле, я думаю, что это то место, где мне просто интересно и гордо, как бы есть гордость, гордость за Магнитогорск и в целом за Российскую Федерацию Сергей Викторович, город Магнитогорск – это город большой В городе есть, ну, скажем так, разное количество уголков архитектурных, скульптурных композиций, которые вот не так давно стали появляться Памятник работникам ЖКХ, памятник родителям Все чаще обсуждается вопрос об установке памятника милиционеру или полицейскому, как сейчас принято говорить Как вы думаете, каков должен быть собирательный образ полицейского? Собирательный образ полицейского? В целом, население видит, я думаю, те структуры, это наружные наряды Это ГИБДД, это патрульно-постовая служба, это участковые полномоченные, которые вплотную наобщаются с населением Это, они знают ту боль, которая идет, которая переносит, которая собирает первоначальные материалы Которые у нас впоследствии принимают по тем материалам, которые впоследствии принимаются решения Если бы в целом учитывалось мое мнение, я бы предпочел поставить памятник участковому полномочию полиции То есть человек, который непосредственно взаимодействует, на земле, как говорится, работает Это тот, кто вплотную работает с населением и с гражданами Понятно Сергей Викторович, сегодня 10 ноября, как мы уже сказали, ваш профессиональный праздник И в этот день вы можете поздравить сотрудников органов внутренних дел Пожелать им, собственно, каких-то достижений, успехов У нас есть такая возможность, вы можете поздравить сотрудников полиции Ну, дорогие сотрудники, уважаемые ветераны От всей души поздравляем вас с праздником С днем сотрудников органов внутренних дел Ветеранам желаю здоровья, счастья Кто-то нашел себя уже на гражданке, как это называем в простонародье Ну, а сотрудникам быть честными, трудолюбимыми Ну и самое главное, вникать в те проблемы, которые у нас есть в городе И решать их совместно Поздравляю всех с праздником Большое спасибо, Сергей Викторович От себя лично и от лица нашей телекомпании Хотел бы вас поздравить с вашим профессиональным праздником Пожелать вам всего самого хорошего Крепкого здоровья, спокойных трудовых будней, если у вас таковые бывают И большое спасибо, что нашли время и заглянули к нам в студию Всего доброго Спасибо, до свидания Субтитры подогнал «Симон»